так знакомьтесь друзья это очень позднее дерево поэтому она плодоносит это необычная вещь это самое северное в мире шелковица в скобках тутовое дерево вот хотите я с ним познакомлю подчеркиваю самое северное в мире так еще и плодоносит внимание а так можете разглядеть ведерка полтора будет но тут получилось так что я его пустил и теперь самое ваше урожай на высоте 5-6 метров как это случилось вот ее история история может быть расскажу чуть позже она доживает свой век смотрите внимательно видите что делается она доживает свой век вот это вот вот это вот скоро ломится но это ладно когда я начал над ней издеваться что я начал делать врачные черенки укоренять и продавать жизнь заставила а дерево одно кстати вот смотрите здесь тени там наверху она уже желтая скоро покрасняет а в тени она еще зеленая зеленая можете оценить какой урожай если хотите вот вот она вот прямо перед глазами вот по высотам моего роста вот такой густотой вот это вот здесь она мелкая знаете почему потому что в тени не выдержал заположил рот вспомнить вкус и так случилось однажды чудо про чудо я скажу когда зайду сяду с 35 градусов я пытаюсь тень найти от этой же шелковицы иначе упаду когда я понял какое чудо мне досталось на основные деньги зарабатывать пару лет резал черники и вот уже дерево было бы мертво все что от него оставалось довольно солидное смотрите еще раз видите довольно солидное им было лет десять и она начала умирать вот спасла его то что ненавидят все это называется волчок он смотрите пошла ветка пошла-пошла-пошла-пошла-пошла-пошла-пошла и вон там уже 6 метров поняли да она еще целая я тоже пытался уничтожить смотрите я с нее когда она возродилась виде вот этой ветки это уже не сахар посмотрите как она это как я мороз долбит вот это все-таки сибирь вот и вот видите как когда я делал вот так это значит что я отрезал ветку на продажу продавал в середине лета или зимой те кто умеет укоренять или хотя бы пытался укоренять вот после этого она что делает правильно когда мы укорачиваем она дает еще больше побегов кстати а те кто усит резать деревья осветляя не знают что не загущает представляете специалисты но если они ни разу больше одного года этим не занимались а здесь получается снова я режу нарастает я режу смотрите растает я режу смотрите нарастает видите сейчас покажу вот пенечек вот нарастает и так она еще жива вот меня спрашивает черенки будете продавать нет хватит его колесить она до сих пор единственная на планете это вам не южная шелкровица которая замерзает сто процентов ее судьба особая расскажу о ней может быть даже сейчас когда сяду в беседке там где хоть какая-то прохлада и так вы видите веточки вот десяток вот десяток сегодня у нас 28 9 или 28 или 29 а впереди середине июля когда более-менее древеснеет вот эти побеги тогда можно будет он удлинится еще сантиметром на 20 получаться раз черенок 23 черенка более древесней части дадут корни укоренять по железу но это уже не сегодняшний разговор вот чему мы пришли я его недооценивал и вдруг сейчас когда мне начали долбить ведь я же не в обманываю я в крым не ездил это шушевский район краснодарского края вот и тогда когда я понял ему цену а еще оказывается я не размножал второй этап хотя бы десяток таких деревьев вырастить они 74 с горечек думаю хорошо хоть сергей договорились он будет укоренять вот эти ветки вот и какой-то сейчас продаст но и себе вырастим вот пожалуй пол разговора полюбовались теперь мы с вами идем 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 у нас все одни диковины ночью все вы хотите вот сейчас вы хотите пожалуйста вот и на видели вот все настолько нет мне понравилась шутка горькая шутка перестройщиках времен знаете какая идут с плакатами перестройщики вот горбачевцы а на плакатах написано чего у нас только нет пива нет рыбы нет мяса нет поняли шутку горькую а вот это смотрите манджурский абрикос инфицированный королевским и вот второй манджурский абрикос вот эти два составят одно из ценнейших вещей на планете у них плоды будут 40 грамм самое малое смотрите они манджурцы они не заметили посреди им туда 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 вы видели сколько удобно эти как бы скрываются вот и когда это все станет явью а он уже сейчас грамм по 30 вот они а ведь это вы даже я не ожидал такого эффекта сколько меня чудес что у меня здесь была прививка она погибла внизу в самом здесь прививка она погибла самом низу посыпется елки-палки но это не полноценные цепи и получается вот такие чудеса чудесные чудеса как зазеркали вот вторая смотрите вроде чуть поменьше ничего я не обижаюсь где-то их побольше а я уже показывал вон они нет идем дальше куда а закончить разговор про шелковицы и так случайно когда я обнаружил персик хасанский у бабушки пенсионерки живой учительницы поселке сезой участок высоко в горах и полузамерзшее дерево шелковицы она у него была прилично вот такая же как моя чуть поменьше вот она была практически мертвая я несколько веток укоренил до этого я шелковицы как занимался хорошо занимался 200 сеянцев пошли все практически потом вымирали 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 я себя не показывается неудобно показывать голую грудь это женщина дома молодым а я уже 74 поэтому мы голую грудь не увидите и вот я продолжаю рассказ сельцевой шелковицы заточающий отбор из 200 выжило 10 5 бурских 5 женских женские значит оказались вот такие вот размер вот этого мизинца потом безуспешная попытка привить использовать как подвоем растеки же тоже не удалось и тогда я успокоился и топор а вот это все сначала но уже укоренение я уже научился укоренять значит жимовость смородину и крыжовник чем не стоило укоренить после этого имея опыт шелковицы ничем вот вот это укорененная да если остальное продал а все тоже себя поставить себе поставить а кушать надо и мне еще многим надо потому что я это самое благотворитель условно-то какое благотворитель и тогда до последних моментов вот этого дня только сейчас я понимаю что я натворил не оставил себе десяток шелковиц сейчас бы зарабатывал бы на ветках вот долго ли вот сейчас допустим я могу позвать телевидение они при специально сказать вот приехали вот им подошли дают это самое в северном мире шелковица и посыпятся заказы а я же не могу продать я же это обветок 40 ну сергей укоренит получится 30 саженцев пусть по 1000 рублей продастся и то какой-то доход ну все поговорили про шелковицу которую я нашел виде полузамерзшего дерева поселке сезая наверное можно сказать что второй фильм тоже закончен пусть он покороче всего лишь 12 минут так то там мы были там мы были эти даже не удержался я показал манджурцы которых не может быть манджурцы инфицированы по мичурину это называется насыщение ментора они зараза не стали жить при вой тогда я придумал другое название термин не насыщение ментора у меня есть такие деревья двойные и подвозжив при войжах там да там насыщение а у меня инфицирование скромное название зато железов придумал вот единственный раз кто-то уже из вас это где-то на моем канале создался по железу это термин уже применил и у него уже вот и у манджурского абрикоса усеянца который он пробовал этот способ вот такие листья оказались вот такие вот огромная как у этого почти как у череса ну все друзья два фильма снята поехал спасаться 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 от жары а то сибирь умираем от мороза да сейчас стали бы у нас абрикосы плодоносить если бы нету сумасшедшего жара подумайте сами успевает вызовет вот многим деревьям за 30 лет мы оттого что мало земли часть уже своими руками выпилил просто обидно было страшно и горько вот на землю для от селекционеров настоящих у нас сибири нет вот так ну все опять горькие слова но и все-таки мой сад пронизл оптимизм видите вот это абрикоса знаете он когда был меньше мы тут сидели эти телевизионщики и вот ветки отсюда вот это она сильно большое туда ушло туда наверх почему тень она поперла вверх а до этого ветки заходили внутрь и люди сидели прямо меня нет на плечах лежали да вы видели эти фильмы моих телевизионных друзей съемочная группа красноярска у них лежали на плечах ветки с плодами абрикосовыми и с этой стороны также ну да перерос но куда деваться прет вверх а когда был поменьше вот сюда залазил ну все значит я считаю что конец оптимистический до свидания друзья кстати урожайчик то будет неплохо жду заказа на косточки или прошлогодние или будущее причем прошлогодние так практически гораздо дешевле находите меня на сайте на канале ватсапе восемь девятьсот шестьдесят семьсот семьдесят шесть восемьдесят шесть семьдесят два и внимание показывайте косточки и у вас такие же будут вот этот вот манжурский абрикос выращенный из семечка из этого ну сиянец поняли сиянец непривитый сам по себе он за все годы дал сотни ведер плодов сотни ведер рассказываю иногда как анекдот приезжает главный редактор все честно потому что фамилию назову имя отчество голова головина ирина владимировна главный редактор кассерской газеты фазенда самая крупная на всю евразию нет просто азию от дальнего востока и до урала самая крупная газета она моих гостях есть фотография здесь моя это самая племянница ее дочка стоя на коленях здесь собирают ведра ведра манжурский абрикос потом они от меня поехали в абакан поехали по пути где-то искупаться у нас знаменитые озера вернулись кассе дня через три и вот она мне пишет константинович собрали они ведра 3 абрикоса вот эти но они не крупные на жесткие кисло-сладкие сладко кисло говорит константинович мы не довезли мне сразу шаг дыбом выкинули нет говорит съели по дороге все не смогли удержаться не довезли чё ж мало так собрали вот это есть истина а тут споры идут у железово дорого саженцы за 15 рублей косточку которая потом дала сотни ведра до 15 рублей зажигалка стоит 60 или 90 рублей вы же мой бутылка пива все прекращаю а а а а